Добрый день! Для тех, кто не смотрел предыдущее видео, хочу представиться. Звать меня Владимир, я администратор этого сайта. В данном видео речь пойдет о регистрации на сайт. Так как регистрация необходима для всех клиентов, как для тех, кто собирается с нами сотрудничать длительное время, так и для тех, кто собирается приобрести у нас всего лишь один товар. Значит, в первую очередь без регистрации вы не сможете оформить заказ. Ну и плюс, после регистрации появляются дополнительные возможности на сайте, которые, например, позволят вам оставить отзывы, комментарии к товарам и так далее. Значит, для того, чтобы зарегистрироваться, вам необходимо в этом поле «Авторизация» нажать кнопочку «Регистрация». Нажимая на эту кнопочку, мы переходим на страницу, на которой есть форма для регистрации. Я постарался эту форму сделать максимально короткой, так как сам не люблю длинные регистрации на других сайтах. Но, тем не менее, есть несколько полей, которые необходимо обязательно заполнить. Значит, первое поле – это «Логин». Это же имя наше, под которым мы будем авторизироваться на сайте. То есть, кроме авторизации, оно нигде не будет использоваться. Использовать для логина можно только английские буквы и цифры. Вот, например, напишем «Админ». Ага. Значит, «Админ» получается слишком короткое. Минимальный логин должен состоять из шести символов. Ну, давайте напишем «Админ 12». У нас автоматически идет проверка этого логина. Вот, и то, что оно у нас подсветилось зеленым цветом, говорит о том, что это имя пустое, и мы его можем использовать для регистрации. Если оно подсветится красным цветом, это значит, что это имя уже используется другим пользователям. Дальше мы два раза должны ввести пароль. Первый раз мы вводим его так. А второй раз это идет проверка. Они должны, первые и вторые пароли должны совпасть. Тогда мы сможем продолжить регистрацию дальше. Значит, вводим какой-то пароль. Вот, раз ввели. И опять же его повторяем. Два ввели. Значит, оба поля подсвечены зеленым. Это говорит о том, что пароли введены правильно. То есть, если будет красным, значит, где-то есть ошибка. Тут автоматически появится текст, почему эта ошибка возникла. Дальше вводим электронную почту. Электронную почту обязательно вводить реальную, так как после регистрации на вашу электронную почту уйдет письмо с ссылкой для подтверждения регистрации. Об этом я расскажу позже. Но без реальной электронной почты, указанной, вы не сможете продолжить регистрацию. Вводим здесь инфо. Вот оно у нас уже есть. Все. У нас зеленым цветом подсветилась электронная почта. Это говорит о том, что формат, в котором введен адрес электронной почты, верный. Если он будет неправильный, значит, оно будет подсвечено красным. И опять же, мы не сможем продолжить дальше регистрацию. В следующей части формы вам необходимо указать цель регистрации. Здесь можно выбрать один из двух пунктов. Первый пункт – это для розничных покупателей. Второй пункт – это для мастеров. Можете не проверять. Я вам сразу скажу, что цены для мастеров и для розничных покупателей будут отличаться. Но не спешите регистрироваться все как мастера. Если вы покупаете запчасти в личных целях, вам будет невыгодно регистрироваться как мастер, так как для мастеров будут действовать определенные свои требования по количеству товара и по минимальной стоимости заказа. Поэтому, если вы покупаете запчасти в личных целях, регистрируйтесь как розничный покупатель. Если вы мастер, тогда можете регистрироваться как постоянный клиент. Разница в цене незначительна, но тем не менее она есть. Следующий пункт регистрации – это необходимо согласиться с правилами регистрации. Для того, чтобы прочитать эти правила и условия регистрации, нажимаем вот на вот эту ссылочку. У нас разворачиваются наши правила. Я писал здесь немного, постарался написать по минимуму, для того, чтобы вам было не лень их прочитать. Но здесь важная информация, которую настоятельно рекомендую прочитать. Несоблюдение данных правил может привести к вашей блокировке на сайте, вплоть до того, что вы не сможете зайти на сайт. Поэтому, еще раз повторюсь, прочитайте эти правила и после этого только подтверждайте ваше согласие. Значит, подтвердив ваше согласие, соответственно, поставив эту галочку, продолжаем дальше регистрацию. Дальше у нас в этом окошечке необходимо ввести проверочные цифры, которые находятся левее. Вот они – 1328. Понятно, что для каждого клиента они будут свои при каждой загрузке этой страницы. Этот номер меняется. Это сделано для того, чтобы не дать возможность автоматической регистрации так называемым ботами, которые этими регистрациями приводят к проблемам в работе сайта. Значит, все. Мы ввели. Все у нас поля зеленые. Вот, регистрацию мы подтвердили. Код ввели. Дальше нажимаем «Зарегистрироваться». Вот. У нас написало, что наша регистрация прошла успешно в течение 30 минут. Но, как правило, это практически сразу. На указанный вами email придет письмо с подтверждением регистрации. Значит, я сейчас поставлю на паузу, открою свой почтовый агент. Вот. И покажу уже непосредственно вам это письмо. Дальше буду рассказывать вам, что с ним делать. Значит, вот я открыл письмо, которое мне пришло по почте. Буквально я поставил на паузу, открыл агент и письмо уже там. В зависимости от загрузки сервера, это может быть чуть-чуть дольше. Может быть 5 минут пройти, может быть 10. Но, тем не менее, это письмо обязательно придет. Значит, здесь у нас есть ссылка, на которую нам необходимо нажать. Либо, если эта ссылка по каким-то причинам не работает, вы можете вот здесь вот скопировать вот эту вот ссылочку. Таким вот образом. Вот. У меня копировать URL. Скопировать и ввести его в адресной строке сайта. Вот, к примеру, вот здесь вот. То есть, нам напишет, что регистрация аккаунта окончена. Теперь вы можете авторизироваться на нашем сайте. Это говорит о том, что мы уже можем зайти на сайт, вот, как зарегистрированный пользователь. Вот мы начнем с главной страницы. Вот у нас окно авторизации. Значит, давайте, так, какой я там использовал. Admin12. Дай бог памяти пароль вспомнить, какой я там использовал. Да, пароль и логин рекомендую использовать те, которые вы хорошо запомните. Чтобы не было так, что вы зарегистрировались, а на следующий день уже забыли, под какими именем пользователя вы зарегистрировались. Все, я ввел Admin12, ввел пароль. Нажимаем войти. Все, я авторизировался. Об этом говорит то, что здесь в авторизации уже мне говорит «Доброй ночи». Ну, уже, в принципе, позднее довольно время у меня. Ну, и здесь уже нету полей для ввода логина пароля. То есть, это говорит о том, что мы удачно авторизировались. Так, ну, все, дальше мы уже можем действовать как авторизированный пользователь. У нас уже есть корзина, которая будет привязана всегда к нам. И после того, как мы в нее что-то добавили, она будет уже всегда оставаться в этой корзине до тех пор, пока мы не формим заказ. То есть, у нас уже будет более упрощенная форма для оставления комментариев. Ну, и так далее. Да, здесь же, вот, если вы посмотрите, когда вы уже авторизировались, здесь вместо регистрации уже есть ваш кабинет. То есть, в этом кабинете вы сможете менять какие-то настройки, вы сможете смотреть ваши заказы и так далее. То есть, вот у вас уже тут есть какой-то баланс. Гривни, ВМУ, то есть, вебмани, бонусы. Ну, это все сейчас по нулям. Вот, активные заказы, которых нету. Здесь в меню мы сможем просмотреть заказы, просмотреть корзину, профайл, настройки, архив сообщений. Вот, то есть, это кабинет еще не полный. То есть, он будет со временем дорабатываться, изменяться. То есть, у всех каких-то важных изменениях будет сообщаться обязательно на сайте. Все. На этом большое вам спасибо за то, что просмотрели и прослушали этот видеоурок. Надеюсь, вам все будет понятно. Приятной вам работы на нашем сайте.